всем привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала с вами канал fuck you это дневник трейдера и мы продолжаем друзья мы продолжаем друзья торговать итак давайте пробежимся по рынку посмотрим что у нас здесь творится и так евро доллар евро доллар ночью спокойненько себе отторговался три часа ночи началось падение до целый день вчера был подъемчик сегодня началось падение падение началось и закончилась у уровня 09 520 как мы видим было несколько попыточек пробить уровня увенчалась неудачей и цена отскочила у нас на 250 пунктов вверх но потом и отскочила от средины нашего от а ра вниз как мы видим от ар на продажу у нас маленький от ар на покупку у нас большой вероятность того что цена будет идти дальше на покупку по расчету пяти прошлых дней тоже велика сейчас мы уперлись в этот нижний уровень и отсюда цена потихоньку может начать двигаться вверх посмотрим быстренько общий тренд общий тренд у нас конечно же восходящий вот но сегодня у нас хренова туча новостей причем по евро доллару уже была новость уже было вот и это была реакция на эту новость до вверх вниз и практически вернулись оттуда откуда вы открывались по новости так понял новостей сегодня у нас много по евро у нас одна новость и по америке у нас аж три новости сегодня аж три новости первая 15.45 поехали дальше енка енка наоборот а вернее доллар подкрепчал немножко за ночь до против енки енка давила теперь немножечко подкупили доллара да но подошли тоже как мы видим к грани своего от ара дневного на покупку и может у нас начаться падение смотрим на часовой график а на часовом графике общая картина у нас у нас тренд идет восходящий интересно против восходящего тренда идти на продажу как-то не очень хорошо еще раз часовой тренд часовой тренд у нас восходящий глубокими коррекциями ну это получается перелом тренда у нас случился до перелом тренда случился и вот уже цена на 500 пунктов откатилась вверх локальный тренд у нас поменялся но опять же общий тренд у нас за раз два три 4 5 6 дней у нас восходящий глубокой коррекцией и опять пошло восходящее движение так ну новости тоже присутствует смотрим дальше новозеландец 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 у нас откатился к нижней грани своего от ара нырнул под уровень 61 300 под круглый уровень будем смотреть что будет происходить дальше на было пробитие было отход к уровню ложное пробитие небольшое и поход вниз к грани от ара в принципе инструмент вниз прошел до свой от ар будет ли у него топлива дальше падать пока что неизвестно смотрим дальше 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 у франку у нас обратная картина у нас инструмент откатился вверх то есть доллар чуть придавил да но сейчас вот мы видим рисуется модель к ложного пробития причем рисуется у нас с возможно вероятным нашим входом небольшие ушки но давайте посмотрим тренд тренд у нас нисходящий почему бы не войти нам в эту сделку хорошие давайте салордер поставим чик и 40 на 120 40 на 120 вот так вот как раз чуть выше чуть ниже отлично поехали дальше тем более что находимся уже в зоне перекупленности до вероятность того что ложное пробитие подтвердится намного больше чем то что не подтвердиться поехали дальше австралиец 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 у нас находится под зоной перепроданности Причем смотрите как отрабатывает Наш индикатор АТАра Копейка в копейку Нет, наверное все таки Здесь уровень будет вот этот 550 65 550 Ну да, один тик вверх Вот же дурная мышка 65 56 50 65 650 650 Видим тут поджатие У нас произошло под этот уровень И цена Дальше у нас направилась вниз Дальше у нас направилась вниз Ну будем посмотреть Будем посмотреть Общий тренд у нас Часовой восходящий Общий тренд у нас восходящий Ладно Будем смотреть На покупку Пока что сигналов У нас никаких Поехали дальше Фунт Ну все, видите За ночь на Токийской сессии Все пооткатывали нам К нижним граням АТАра Вот смотрите Тоже четко Сели мы На грань АТАра Залезли под уровень Залезли под уровень Вообще Такое накопление Под уровнем Да И когда у нас Начинается Нисходящее движение Пробивается Идет какая-то Консолидация Цены под уровнем То это говорит нам о том Что может быть Движение вниз По фунту У нас еще и новости Ого Причем 3 новости В одно время По фунту Может быть серьезное движение Сейчас Через полчаса Во сколько Это у нас новость 11.45 А вот 11.36 Понял По фунту Пока у нас Отбой Потому что Может фунт Дернуть Может хорошо Все зависит От того Какая новость Будет Так Смотрим дальше Канадец Доллар Канадец Доллар Канадец Доллар У нас доминирует Сегодня А общая тенденция У нас Нисходящая С переходом Во флэт С торговым коридором Порядка 700 пунктов Ну не маленький Такой коридорчик Я вам скажу Не маленький Так Что мы видим Видим мы Следующее Что цена Вышла у нас Вверх На 15 минутке Образовались Такие себе Голова и плечи Да С самым большим Плечом 160 пунктов И уже И уже Практически Оно себя Отработало Уже 100 пунктов Прошла вниз Цена Да Вот График у нас Перепроданности Хаи Не побиты Вчерашние Пока что Подходим К хаям Да Вот этот Был максимальный Этот Ближний Хай Вот Пока Не побиты Вероятность Того Что тенденция Нисходящая Продолжится Очень велика Сигналов На вход У нас Нету Разве Что Отрабатывать Модель Голова И плечи Но Опять же Говорю 160 пунктов Приблизительно Где-то 70 процентов Себя Отрабатывает Это Где-то 110 Пунктов Вот Как раз У нас Цена Где-то 100 пунктов И прошла Уровень Четко У нас Отработал Круглый 39300 Хороший Уровень Получается Сильный Смотрите Раз Два Три Сложным Пробитием Немножко Цена Ушла Верх И сейчас Консолидируется Вниз Возможен Хороший Поход У нас Вниз По крайней Мере К ближайшему Уровню 39084 Да Вот Вот уже У нас Уровень Сыграл Роль Зеркального Уровня Да Мы видим Точно Этот Барчик У нас 15-минутный 39301 Копеечка В копеечку Касается Там Один Один Пунктик У нас Люфтанул Да И отбилась Цена И бежит Вниз Вот Кстати Тут Можно было Бы тоже Войти На продажу Но уже Нет Уже К сожалению Не успею Я чуть Выше Уровня Поставить Стоп Лосс И зайти В рынок Нет Не получится Уже Далековато Цена Убежала Если будет Еще один Ретест Будем Пробовать Ходить Тоже на Продажу Что ж Друзья В принципе Быстренький Обзор Такой Рынка Даже Сегодня В 10 Минут Я Управился Скилл Растет Да Быстренькие Обзор Я сделал По Франку Да По Франку Мы вошли В сделку Сидим В сделке Пока что Небольшой Плюсик У нас Комиссию Уже Отбили Все Следим Смотрим Что Будет У нас Происходить Итак Друзья Получаем Мы Стопик По Франку Да Таки Дошла Цена До Нашего Стопа Не Отработала Себя Модель Каложного Пробития Да Хотя Я Вот Смотрю Что Прям Копейка В копейку Дошла И Сейчас Начнет Разворачивать Зараза Такая Поход За Стопами Поход Поход Да Ну Что Поделаешь Ничего Не Поделаешь Все Ждем Дальше Новых Каких То Сигналов Пока Что День Начинается Со Стопа Итак Друзья Смотрите Что Происходит Сходила Цена К Границе Нашего АТА Рода Сейчас Опять Вошла Под Наш Уровень И Я Хочу Опять Открыться На Продажу Да Так Как Цена У нас В Уровне Перепроданности Хочу Опять Продажу С тем Ж С тем Ж Стоп Лоссом Вот Посмотрим Что Получится С этого Я Расцениваю Этот Рост Как Расцениваю Этот Рост Как Поход За стопами Просто Напросто Сходили За стопами Да Так Как Здесь Был У нас Ну Грубо Говоря Максимум Да Сходили 20 Где То Да Ровно Вот Смотрите 21 Пункт Выше Сходили За стопами Вернулись Обратно Под уровень От уровня Покупаем Посмотрим Что Получится С этого Друзья Смотрите Как По франку Сжимается Пружинка Давайте Сделаю Покрупнее Да Вот Смотрите Чик 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 Да Даже Не Так Вот Так Вот Отсюда Да И Сейчас Куда Пробьет Туда Пойдет Ну Как Я Смотрю Да По Лоу Уже Пробивает Вниз Да Как Пружину Сжимает 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 И Сейчас Как Пробьет То Уже Полетит Цена Ну Будем Ждать Смотреть Включусь Включусь Может Где-то На ходе Да Показать Вам Как Это Происходит Итак Друзья Прошло Больше Полутора Часа Получили Мы Убыток По данной Сделке Но Я Вам Скажу Так Что Цена Застыла Она Просто Застыла Сейчас Я Вам Покажу На 5 Минут Что Происходило Набор Позиции Да То Есть Было Было У нас Сложное Пробитие Я Думал Что Цена Пойдет Вниз Но Продавцов Не Было Не Было Продавцов Цена Тут Покружила Я Зашел Вот Второй Раз Да В Сделку Первый Раз Мы Получили Стоп Цена Сходила Выше Я Думал Это Поход За Стопами И После Похода За Стопами Цена Пойдет Хорошо Вниз Но Нет Цена Вниз Не Пошла Начала Чуть Чуть Пошла 45 Пунктов И Потом Началось Вот Это Что Вы Видите Сейчас Вверх Вниз Вверх Вниз Вверх Вниз Вниз В Конечном Итоге Цена Опять Подпрыгнула Вверх Да Выше Нашего Стопа Причем Не Намного Выше Да Вот Всего Лишь На 6 Пунктов Пока Что В рынок Входить Не Буду Больше Потому Что Ну Непонятное Что Творится Да Вокруг Уровня Топчемся Никуда Не Ходим Немножко Близ Сходили Вниз Немножко Вверх Все И Это Происходит По Всем Валютным Парам Я Не Знаю Почему Именно Так Происходит Да Но Я Думаю Так Мои Размышления Таковы Что Так Как Сегодня Три Новости Да И Все Трейдеры Ждут Новостей Тем Более У Нас Открылась Нью-Йоркская Сессия Час Дня Да И Как мы Вчера Говорили Что На Нью-Йоркской Сессии Лучше Этот Час Переждать Да С Тринадцати До Четырнадцати Вот Я тебе И отдохну Часик Посмотрю Очередной Какой-то Видео Урок Лучше Да Вот Пережду Этот Часик Потому Что На Нью-Йоркской Сессии Происходит Вот Такое Вот Да То есть Трейдеры Вступают В игру В работу Да Подключаются И Начинается Просто Трэш Какой-то Дикий Цену Начинает Колбасить Вот И мы Посмотрим Спустя Час Что Произойдет С нашими Ценами Сможем Лимой Где-то Заходить Да Как раз Колбасят Ну И это И это Опять же Есть Такое Правило Первого Часа Сессии В первом Часу Сессии Самые Большие Объемы Идут Самая Большая Волатильность Вот Поэтому Как вы Видите Вот Допустим Лондонская Сессия Началась Первый Второй Третий Четвертый Час 60 Пунктов Цена Двигалась Вверх Вниз А потом Еще 120 Пунктов Да Пошла То есть Более или Менее Определились Уже Куда Будут Двигаться Причем Что Вверх Пошли Столько Вниз Пошли Столько Ж Цена Практически Вернулась В свой Да И потом Еще Ушли Вниз А потом Еще Ушли Вверх Точно Такое Же И на Нью-Йорке Происходит Как мы Помним Начинается Какое-то Хаотичное Движение Вверх Вниз Кто-то Хочет Продавать Кто-то Хочет Покупать А потом Уже Более или Менее Трейдеры Определяются О том От какого Уровня Они торгуют Куда Они торгуют Куда После Открытия Нью-Йоркской Сессии Более Направлен Рынок И начинает Уже Входить В более Какую-то Направленную Сторону Вот Поэтому Часик Сейчас Переждем Посмотрим До новостей У нас Еще Долго 15 30 14 30 Ну Там Можно Будет Посмотреть До новости Еще Час Плюс Минус Можно Будет Посмотреть Что Будет С нашими Инструментами Пока Что Нечего Торговать Волатильность Сегодня Слабая Рынки Дошли До Каких-то Своих Критических Точек То есть Здесь У нас Допустим Если Быстренько Пробежаться По всем Инструментам Евро Доллар Дошел До Своего АТР Перепроданности Вот И что-то Тут Тыкается Мыкается Да Вот Здесь Можно Было Конечно Войти Да Вот Здесь Можно Было Войти Проспал Я Йена Дошла До Своей Перекупленности Новозеландец До Своей Перепроданности Франк До Своей Перекупленности Австралиец До Своей Перепроданности И такая Ситуация У нас Практически Да Не Практически А со Всеми Инструментами Да Вот Поэтому Что-то Сказать В данной В данной Ситуации Ну Вообще Очень Тяжело Такое Непонятное Что-то Творится Вроде Вот По Австралийцу Да Образуется Какая-то Консолидация Под уровнем Да АТР Но Здесь Чтобы Уходить Надо Ставить Стопяру Уже Больше 100 Пунктов Ну Такое Да И даже Если Я хотел Здесь Входить На Отработку Ложного Пробития Да Вот Смотрите 80 Пунктов Это Мне Непозволительно Максимальный Стоп Лосс У меня 50 Пунктов Поэтому Друзья Такие Делишки Ждем Ждем Каких-то Сигналов Ждем Какой-то Волатильности Движения Цены Вот Смотрите Как я и говорил Открылся Нью-Йоркская Сессия Бах Резкий Импульс На 50 Пунктов Вниз Все Не буду Разглагольствовать В принципе Два убытка Получили Сколько Это у нас Получилось Там Два Ровно Ровно На 10 Долларов Да Ну Ничего страшного Ничего Ничего страшного У нас Целый день Впереди Будет Время Еще Поработать Итак Друзья Посмотрите Какая Зараза Этот Франк Пляха Муха Сходил Он За вторым Моим Стопом И потом Себе Прекрасно Он Пошел 100 Пунктов Вниз Да То есть Мы бы Уже Могли Перенестись Без Убыток И буквально Поход За стопом И не был Прям Таким Большим Да Вот тут Мы стоп Получили 5 Пунктов Чуть Ну Этого Конечно Всего Не предвидишь Да Этого Конечно Всего Не предвидишь Главное Что Видение Видение Рынка Правильное То есть Грубо говоря Прогноз Или Как сказать Видение Рынка Куда он Будет Двигаться Что он Будет Делать Понимание Инперпретации Тьфу Блин Понимание Интерпретации Индикаторов Да И Уровней Наших Правильное Вот Это Самое Главное Для меня На данном Этапе Обучения Вот То есть Понимание Консолидации В какую Сторону Больше Вероятность Да Но От Эти Походы За стопами От них Никто Не Ну Как бы От них Никто Не Застрахован Риск На рынке Риск Все-таки Присутствует Ну Пока Еще Конечно Мы Здесь Тейк Тейк Но Тейк 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 что мы видим у нас идет пробой заход обратно за уровень и потихоньку поджимает поджимают к уровню сейчас вот образовался образовался в принципе коридорчик но тут если входить я даже не знаю стопы 25 пунктов стоп надо дождаться пока цена зайдет за уровень то есть пока она начнет консолидироваться в большей степени здесь опять же может быть сейчас резкий импульс да сейчас тут насобирают позицию откроется больше позиции продажу и уйдут уйдут к следующему уровню можно этот момент проспать но стоп здесь негде поставить даже если перейти на пятиминутку но разве что над этим хаем 55 пунктом над этим хаем но опять же такие стопы ставят все то есть вероятность того что мы получим что мы получим стоп лосс тоже велик да опять опять же стоп лосс получим хоть и небольшой сейчас можно тут зайти вообще там 20 пунктов данных со стоп лоссом 20 пунктов я знаю но пока что картина непонятная пока что просто идет распил уровня до распил уровня это вот что-то похоже что у нас вот здесь происходило непонятно куда пойдет цена в большой своей массе до в импульсе поэтому пока что тоже не буду уходить посмотрю куда будет консолидироваться цена под уровень или над уровень если будет под уровень консолидироваться значит будет продолжение движения тогда от отбоя от уровня будем ходить на на продажу пока что все итак друзья смотрим у нас по енке тут сформировалась двойная вершинка 128 пунктов только 20 пунктов пройдено в принципе можно вот так вот сюда стопик закинуть и попробовать войти а цена сейчас вообще над уровнем вылезла то вот так вот 40 на 120 давайте попробуем на продажу зайти sell market 40 на 120 ну вот пройдет пройдет у нас цена хотя бы половину да как раз отлично получилось у нас за за вот этот барчик закинулся наш стоп лосс на за ближайший за ближайший бар вот двойная вершинка как мы знаем моделька сильная причем смотрите какая на 15 минутки красавица нарисовалась и на 30 минуточки она видно да то есть отличная на часики что ну на часики не не так уже видно да но вот нам на мелких таймфреймах очень даже хорошо видно особенно на 15 минутки дам двойная вершина обычно обычно как берут от нижней точки то есть если мерить отсюда так отсюда вообще 150 пунктов до 70 процентов это как раз и где-то и будет 110 100 110 пунктов до получается на плюс-минус 110 115 пункт так что есть вполне возможность того что сейчас отличненько можно подзаработать и так друзья по енке тоже получаем стоп и наверное на сегодня это будет стоп наверное за сегодня это будет самое короткое видео дан рынки какие-то на то я даже не знаю как назвать находятся в каком-то таком ренджа ренджа за чтобы грубо не сказать в чем они до находятся вот в непонятной короче ситуации то есть идет какой-то сплошной ренджевик с большой волатильностью вот плюс у нас сегодня тут три новости по всем инструментом на вот рынок и шел в нашу сторону поение уже прошли были больше порядка пятидесяти пяти пунктов да и тут резкий разворот у нас на 100 пунктов после новости вверх ну этого конечно не избежать я конечно не уверен что там такая вышла хорошая новость по по америке что рынок так на нее отреагировал да но это папа по всем таким новости тем более две новости в одно и то же самое время по америке вышла да ну давайте посмотрим тут у нас usd какой-то jobless climb не силен в английском так что вы там сильно них не ржите и что-то по филадельфии какой-то мануфактуринг индекс вот вышли новости и после этого просто резкий прыжок как мы видим по 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 всем да вон смотрите что по франку по франку вообще 200 пунктов сразу отыграл доллар да вот отскочил поэтому сегодня не вижу возможным больше работать потому что нам новости за новостями давайте пробежимся посмотрим да вот здесь сейчас вот еще одна новость буквально через час да только от это не успели отойти сейчас тут уже в 1700 новость а сейчас он 1610 до по иене точно так же по новозеландцу ну короче на всех инструментах много сегодня новостей один фунт без новостей но он плюс минус реагирует также какие остальные валюты то есть смотрите вот здесь была цена и вот уже она вот смотрите как какой импульс идет он чуть конечно тупит но плюс минус реагирует также даст очень большая волатильность непонятные свечи вот смотрите 15-минутная свеча с диапазоном 236 пунктов в ходу куда это годится это никуда не годится особо ничего не рисуется особо ничего не происходит поэтому дабы не сидеть в этой ну как бы вот если правильно про анализировать да даже по канадцу да что у нас происходило там до 9 утра спокойный рынок как всегда открылся лондон немножко началась волатильность побольше да туда-сюда потом открылся нью-йорк еще волатильность возросла но это как дикая какая-то волатильность просто смотреть и новости то есть два открытия непонятные движения такие плюс плюс новости еще это все усиливают поэтому пол пятого грубо говоря начало пятого ловить здесь на новостях нечего рынок может идти вот как поение да и шел и шел все отлично получается что плечо даже себя не отработала даже если вот так вот мерять 130 процентов это минимум 130 пунктов это минимум должно было пройти хотя бы 90 100 пунктов до проходит у нас 50 и разворачивает ну развернула цену новость конечно причем двойная да так что такие дела друзья ничего с этим не подделаешь ничего не подделаешь а сейчас через час опять новость поэтому особо ловить сегодня нечего может быть и даже и не надо было лезть в рынок пока там до новостей до ничего не выходило за час ну как раз а где-то зашел там за полтора часа до новости давайте точно посмотрим да за полтора часа до новости вошел надеждой на то что от работа начнется отрабатывать отработка двойной вершины на но она не началась она не началась как она тут отработала ношу это отработка даже не отработка нефига так что такое друзья так что такое на сегодня все всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал подписывайтесь на группы в телеграме в вайбере в инстаграме подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии обязательно очень мало комментариев друзья у меня скоро для вас будет сюрприз я только продумаю как это делать не буду не буду ничего рассказывать пускай это будет небольшой тайны вот но будет скорость сюрприз для всех все всем спасибо пока